доброго всем дня сегодня мы пересаживаем перепелов в теплицу дело в том что перепела у нас жили на улице все летом но как только началось похолодание они перестали нести яйца ну и вообще как бы на улице они не выживут я решил провести опыт провести эксперимент сколько времени они у меня смогут тут жить столько и будут жить я имею ввиду зимой сейчас у нас уже на улице холодно ночью до минус шести они у меня жили на улице все это время единственное что у них было включено обогрев лампочка у них была включена в крыши которую я показывал своих роликах ну где конструкцию своих лет показывал что там есть в крыше лампочки вот жили они под лампочками сегодня утром прихожу думаю давай-ка я их начну пересаживать прихожу у них уже там безобразие на краю клетки сид сорока переднюю кормушку выкинула и уже убила 3 перепелов то есть она залезть внутрь не может но вот через эту вот мелкую переднюю мелкую решетку на передней стенке она все равно грохла трех перепелов двух белых 1 1 манджура эстонца что меня несколько расстроило но слава богу я увидел вовремя с утра то если бы пришел бы попозже к вечеру она бы убила всех перепелов перепела немножко туповаты и лезут на переднюю стенку если под клюв сороки несмотря на то что она их убивала ладно сейчас не об этом короче сварил я друзья друзья конструкцию давайте поближе так перепела не шуметь вот наши страдали ци кстати виноград собрал будем делать наливку покажу отдельным видео про эту наливку в общем видите друзья да тут даже у одного еще белого он башка вся разбита сорока видно ему долбанула но не до конца не прибило нас наши манджуры что удивительно они продолжают нестись несмотря на то что холодно и мы но они несутся совсем по чуть-чуть не так как должны но я удивился что на улице и минусовая погода они все равно по несколько из клетка в день выдавала давайте подробнее про нашу конструкцию чем сварил я побыстренько вот такой каркас извините не покрашены на улице сейчас минусовая погода ну и мне некогда у меня тут уже скоро перепела помрут если будут на улице дальше жить что я сделал ну во первых поставил розетку на стенку протащил сюда в теплицу электричество далее у нас вот это вот провод черный это не провод это греющий кабель это кабель у меня уже тысячи лет назад был лежал в сарае вот пришло ему применение пришло время для его применения кабель этот я на стяжках закрепил видите я закрепил его вертикально то есть на ребро чтобы помет меньше задерживался если развернуть его плоскостью то быстро будет сверху нарастать горы помета будут нарастать общем чтобы перепела было тепло мы сделали теплые полы но им нужно еще обязательно чтобы у них было всегда вода зимой вода должна быть перепелов теплая для этого сделана вот такая конструкция тройничок от него пошли шланги шланги закреплены на греющий кабель то есть вода будет теплая мало то что теплая еще тут же зимой будет минусовая температура в теплице чтобы у нас вода не замерзла мало того что тут у нас греющий кабель идет снизу еще у меня второй кусок второй отрезок этого коричневого греющего кабеля я закрепил тоже вот по этому каркасу металлическому на гибкую подводку в бочке я просверлил отверстие взял сгончик такой надвигая чеки просто затянул на силикон поставил не стал из чем заморачиваться просто на силиконе интересно вам будет не знаю мне голода не засунуть сейчас наливаю туда воду вот в общем этот греющий кабель мы обмотали вокруг бочки он два витка у нас схватил ну греть будет снизу этот кабель хорошо горит от коричневого горячей чем черный вот этот который идет на теплые полы так что я думаю вода у нас не замерзнет не бочки и перепела будет тепло тепло бочка такая большая я взял почему дело в том что вот вы видели у меня при уличном содержании перепелов небольшая канистра по на 25 литров и и хватает всего на два дня даже вот на эти две клетки дело в том что даже не столько что они выпивают хотя пьют они хорошенько хорошо пьют вот но дело в том что еще они спиной задевают когда носятся ниппельные поилки и вода у них проливается да покажите друзья как вы засунулись что прикольно у нас самцов то тут нету самцы уже давно ушли их на мясо но в этой клетке один самец как-то избежал участи своих собратьев и остался тут вы представляете сейчас ему какая свобода ну как сказать свобода в общем он один на все это куриное царство до его участи его коллеги могут только позавидовать камушку нас почти пустая не досыпаю потому что таскаю кормушку на себе сейчас сейчас мы поставим эти клетки уже на место и тогда подключим воду насыпем еды у меня вода ты сейчас поставил такие вот поилочки временные воду наливаю нельзя и 2 оставлять ну что давайте сейчас попробуем их поставить на новые вот эти подставочки что у нас получится сейчас посмотрим у меня был каркас вот этот металлический рамка верхняя была и поэтому я хотел сначала расположить клетки лицом сюда к входу мне было бы так удобнее но каркас был именно такого размера я к нему же просто приварил ножки вот эти поперечины центральные сделал и из-за того что каркас такой таких размеров был придется сейчас клетки ставить спина к спине ну что есть то есть посмотрим что сейчас получишь сам не ставил не знаю давайте установим их на их места согласно купленным билетом что подруге сейчас теплую квартирку организуем родничок сейчас я друзья отрегулирую чтобы они ровненько стоять и продолжим принес я с улицы бочки с кормами ведь остатки кукурузы тут у меня дробленка вы видели я дробил на своей земной дробилки разные злаки и тут комбикорма я все это мешаю в пропорциях ну короче по ковшику каждого засыпаем я ключи положу чтобы они не открывали сверху клетки вот мы налили воды в бочку они еще даже походу не поняли что у них вода появилась надо немножко воздух оттуда а уже все вода есть сейчас они ориентируются по звуку не знают когда с водой то есть если кто-то начал долбить по поилкам значит остальные не бегут ну давайте звери я тут зрителю обещал что и пить начнете не сильно не жадно накидываются все-таки воду давал без воды не оставлял для них конечно любые движухи они всегда не в радость перепела очень снежной психикой птицы и вот например сейчас вот мы переселили у них изменились условия их проживания они очень долго не будут нестись не меньше недели птицы он тоже воды дали теперь у вас теплый пол и нас тоже покоим да вода идет не так что теплая но еще она не нагрелась вот видите башка под разбита сорока его наклевала вот смотрите какие грязные клетки да но мыть их будем уже теперь по весне мойка автомобильный под давлением вот и помните когда я делал клетки я говорил что клетки должны быть сделаны из металла вот такого потому что они легко отмывается птицы не очень сильно все загаживать если вы сделаете ее из дерева из дай бог там дсп фанеры у вас все через год-два развалится вот такой металл он нам позволяет легко эти клетки обслуживать легко мыть дело в том что вот помните наверное кто читал про эти клетки там комментарии люди писали зачем я делаю такие утепленные клетки это типа какой-то брудер а не клетка а вот у меня и была задумка что я перепелов на зиму буду пересаживать в теплицу и появилась эта возможность в этом году в прошлом я скажем так не успел подготовиться я об этом наверно опоздал потому что они у меня два месяца были жили на улице и температура была ночью до минусы что привело к уменьшению лиценоскости конкретно мы посмотрим что сейчас будет происходить как у нас перепела будете вести расскажу позже да у нас крыши в крышах лампочки у меня видите оставлено еще два гнезда в розетке но скажем так в общем если оставлять свет постоянно перепелам это не очень хорошо то есть когда у них целый круглые сутки у них когда день это не хорошо им нужен смена дня и ночи я заказал в китае на алиэкспрессе таймер который прогнать программируется по времени вот будем таймер придет я ссылочку дам под видео если кому интересно но говорят их можно и у нас купить практически за те же деньги ну вот я заказал в китае что в магазине у нас продается с китая что с алиэкспресса с китая разница то никакой вопрос цены и доставки зачастую просто не у всех есть рядом магазин а почта есть у всех кто не заказал на почту и забрал вот поставим таймер попробуем что-то не нас разбуянились попробуем по таймеру настроить таймер чтобы они могли спокойненько жить в условиях приближенные к естественным то есть день-ночь что-то тепло было на тепло им уже будет я организовал это вот этот очень горячий вот этот коричневый провод черный который под клетками он менее горячий то есть это вот разные греющие кабели разное количество ватт они жрут и соответственно разная разную температуру дают давайте им сейчас дадим кормов насыпем нас есть палочка к мешалочка к палочкам не перемешивают корма взяли один кошек до один кошек это комбикорма от комбикормов можно полностью отказаться но тогда вам нужно много чего еще дополнительно покупать особенно это касается белковой пищи в зерне в дробленке его недостаточно поэтому мне проще добавлять у меня получается кормов 30 процентов от общего объема на треть кукуруза с этим жмыха подсолнечник вот видите вот такой вот у меня он перемешанный жмых подсолнечника вместе с кукурузой соответственно треть разные злаки раздроблены как я говорил я так насыплю потом беру вот эту палку к палку и вот так вот немножко перемешиваю у меня видите все оборудовано так чтобы я не отвлекался в течение будни я будни сюда вообще приходить не буду ну так если мне захочется прийти посмотреть но это я не уверен я приезжаю 8 9 вечера домой с работы но мне просто не до экскурсии по перепелам донести бы свое тело до подушки до лечь спать а перепела у нас будут жить здесь у нас вроде тьфу-тьфу электричество не отключают ну редко и ненадолго особенно зимой как то это все можно надеяться что не отключат ну если отключат я думаю какое-то время они смогут протянуть и без без обогрева зимой первых мы в теплице находимся днем тут когда солнце греет и зимой тепло тут ну и перепела сами друг друга будут греть все-таки они уже взрослые не маленькие они прижимаются друг другу них температура тела высокая все сейчас мы поставим обратно крышу включим свет наверное пока у меня не будет таймера пусть у них свет горит потому что иначе там совсем темно еще переднюю стенку я хочу закрыть тонким поликарбонатом но сегодня мы это делать не будем уже сейчас вечерея час через полчаса будет темно поэтому пока так поживут еще на улице не сильно холодно тем более есть теплица вот наверное все уже когда придет розетка вот это вот таймер я вам покажу ее посмотрим как она работает уже на примере вот содержание перепелов будем и дальше следить за жизнью перепелов теплицы я буду давать периодически там может раз в месяц отчеты расскажу есть смысл так делать или нет смысла какая яйценно сквозь буду перепелов я надеюсь что у них сейчас будет они будут нести яйца не реже чем зимой то есть у меня практически один перепел ну в месяц там двадцать 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 пять и задавал однозначно до новых встреч встретимся в следующий раз ну по-моему им нравится осталось провести туда вай фай в принципе все у них есть теплый пол и горячая вода один мужик на толку вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА